Так выглядят чердак и крыша в одном из корпусов на Пироговской 7.9. Мусор люди немного прибрали сами, но весь его вынести нереально. Туда попадает влага и все вот это гниет. А так выглядит крыша в корпусе по соседству. Через огромную дыру во время дождя вода попадает в подъезд и на потолки квартир на пятом этаже. Я жилец этого дома 7.9 на улице Пироговской. Всю жизнь прожил по сути дела. Вот такого положения к сейчас, конечно, у нас не было уже лет 30. У нас такой кричащий вопрос, это, конечно, крыша, которая провалилась, и она течет, течет, течет. В корпусе напротив была такая же проблема. Местные жители не дождались помощи коммунальщиков и отремонтировали крышу за свой счет. Я живу на пятом этаже и несколько раз обращались в Жилкоп о том, что текла крыша. Но приходили, смотрели и никаких не принимали мер. Дошло до того, что мы вынуждены были скинуться и купить гофрированные листы большие. Вот, и ими заватали крышу. Крыши – это далеко не единственные проблемы домов, расположенных на Пироговской 7.9. Обшарпанные подъезды, побитые окна в парадных, открытые замусоренные подвалы. Видите, сейчас провалилось вот это, такое перекрытие, которое мы тоже сами сделали. Вот, а теперь перекрытия нету, туда течет вода. Там, где бросают, кто проходит здесь, мусор бросают туда, там постоянно какие-то там обувь, там одежда, все прочее. Оно все гниет, конечно. И оттуда весь дождь попадает, дождь, снег, попадает в подвал, там и так трубы текут. А тут оно получается еще усугубляет больше. Придомовая территория и дворовые проезды полностью разбиты. Так выглядит люк во дворе, а так ливневая канализация. Руководство участка, как и самого ЖКСа, на месте не оказалось. Отправились на выездные комиссии. Технические сотрудники не на камеру пояснили, что в рамках работы ЖКСа «Фонтанский» произошла реорганизация. Дома перераспределили между участковыми сервисами. И новое руководство еще не до конца успело вникнуть в проблемы микрорайона. Проще говоря, когда же многочисленные проблемы десятка домов на Пироговской 7-9 решатся, неясно. Константин Гречан и Владимир Ивжич, телеканал «Репортер».